Ребятки мои дорогие, всех вас приветствую и поздравляю с праздником таким святым, благовещение, да? Пусть у всех, у вас и у каждого в отдельности, в каждой семье будет счастье, добро, материальное благополучие, здоровье. Все самые хорошие пожелания сегодня вам в этот день от меня от души, девочки, желаю. Обзорчики с вами мы делаем, как обычно, продолжаем. В этот раз на Самвелла Адамяна выложил видеоролик, называется, что-то там стыдно ему стало. Я уже подумала, натворил Севка что-то и кто-то его там пристыдил. Отчего же стыдно вдруг стало? Нет. Говорит, что начитался комментарий после видео с этой этажеркой Патефоном, когда он подарил просто так, да, отдал без денег людям эту этажерку и Патефон, и потом даже пластинки подарил. Хотя и женщина эта бабушка хотела взять, он тоже был не против, пожалуйста, даже думал отнести ей к квартире, но так сложилось. Люди забрали, бабушка тоже с удовольствием говорит, забирайте, я только рада и счастлива. Не знаю почему, но тоже такая позитивная женщина оказалась. Вот, и курочки его, куколки его у Самвелла там на канале в комментариях просто захвалили. Немножко он какой-то показался мне даже стеснительный. Говорит, я не люблю такую откровенную похвалу в лицо, но просто цветет и пахнет, вижу, сияет как червонец. Девочки, ну конечно же, кому неприятно, любой человек, конечно же, в свой адрес слышит лестные слова. Это прекрасно, приятные эмоции, я понимаю его. В сравнении с тем, что говорила мама, вы все слышали по поводу того, что отдал все на халяву, раздал, критиковала, там кричала, голос повышала и обзывала в очередной раз лохом его, да. Вот, ну, Самвелл пытался до нее донести. И там, конечно же, возник такой диалог по поводу квартиры. Я прочитала и в комментариях, там люди писали. Кто не в курсе, я коротенечко объясню. В Мелитополе Васильевна жила в квартире своей сестры родной, она уже умерла, эта тетя Валя, со своим племянником, то есть с сыном этой сестры. Сын такой неблагополучный мужчина, там алкоголик, и лечили, как бы говорят Адамяны, за свои деньги, и коммуналку шупечка оплачивала сама, все везде платила, да. И в конечном итоге, проживая там, она не выдержала, потому что, ну, с алкоголиком жить очень сложно. Она бросила там все, и Сева снял ей там же, в Мелитополе, квартиру, она съехала. Ну, и потом этот Олег, племянник, он умер, и квартира осталась Татьяне Васильевне. Почитала, ребят, еще раз скажу комментарии, вижу, что вы не понимаете, что к чему там происходило, немного хочу вам всем объяснить, почему эта квартира осталась по закону, принадлежала Васильевне. Потому что еще при жизни ее сестра, эта тетя Валя, оформляла документы и говорила, что в равных частях, вот на сестру, на Татьяну Васильевну, и на сына, да, потому что понимала, что сын неблагонадежный человек, боялась, наверное, что он пропьет эту квартиру, останется без жилья, а так Васильевна будет, если жить, то и сын будет рядом с ней, будет крыша над головой. Эта тетя Валя умерла, Олег умер, все, наследник есть, сын уже этого Олега, но никто с ним никогда не общался, Олег этот был давным-давно в разводе, общения никакого не было, и никто даже из родственников не знал, где искать этого сына. И квартиру бы эту в Мелитополе никто бы никогда никому не отдал, девочки. Я очень хорошо помню события тех лет. Васильевна тогда, в то время, выяснилось, что больна онкологией. Самвел возился с ней, помните или нет, в Белоруссию, там, с Колей возили, и в Днепре ей там, и стадийность этого рака ставили, и была очень серьезная ситуация, все под вопросом, одни врачи ставили даже четвертую стадию, и кто-то нашептал в ухо Самвелу, Самвел, нужно откупиться, есть такой обряд. Кто из давних зрительниц, подтвердите мне в комментариях, напишите, пусть все девочки почитают, вот кто смотрел в те времена, что есть такой обряд, и откупаются люди от очень тяжелых, смертельных заболеваний, но нужно что-то такое очень ценное и дорогое отдать, даром, да, подарить. И в то время Самвел все матери объяснил, разложил по полочкам. Ну, прекрасно все мы понимаем, каждый из нас хочет жить, но кто хочет умирать? Как бы недорого стоила эта квартира, эта недвижимость, понятно, нельзя делать такие подарки. И, конечно же, благодаря вот этому ютубовскому каналу у Самвела тогда еще, у Эдика тогда еще не было никакого канала, конечно же, как-то один по-другому, ну, через 25-е руки, донесли до этой бывшей жены племянника Олега, который умер, у которой сын от этого алкоголика Олега, да, тети Валины, внук уже, донесли, что Олег умер, и они объявились. Не было там сколько их десятилетий, этот мальчик уже вырос, он абсолютно взрослый парень. Донесли, и они приехали. Они приехали в тот момент, когда Василиевна с Самвелом уже затеяли куплю-продажу этой квартиры. Уже все было в процессе. Приехал этот Олег и начал просить, и жена тоже, что имейте совесть, вам зачтется, надо, ну, как бы, вы не боитесь, там, Господа Бога, все-таки это отец умер, а вот мальчик, это же сын, это его квартира. Хотя, девочки, по всем бумагам, по закону, квартира принадлежала Васильевне, Васильевне. И она была хозяйкой этой квартиры, и они решили откупиться этой квартирой. Самвел все матери там объяснил, рассказал, подключил Иру тогда, тоже Ире все объяснил, и сказал, что будешь жить в моей квартире, переедешь в Днепр, зачем тебе это надо, и все. И она согласилась, хотя до этого она там тоже фестивали устраивала и кричала, и говорила, что еще чего не хватало. Ну, короче, она не хотела эту квартиру никому отдавать просто так, даром. Олег, ой, Олег, прошу прощения, вот этот вот парень, сын Олега, он еще просил, не продавайте эту квартиру, я буду там жить сам, потому что она однокомнатная, не двух, как вы пишете в комментариях, она однокомнатная, но очень большая, очень большая, там что-то, ну, площадь как в двушке, по-моему, 45 или 46 квадратных метров, там комната очень большая, с одной нишей, потом как-то так сбоку еще вторая большая ниша, там с окном, можно там было отделить комнатку, но квартира хорошая. И этот парень, Олега, сын, хотел там жить, в этой квартире, да, вернуться и жить. Но процесс купли-продажи уже был запущен. И Самбел сказал, нет, мы уже взяли задаток, все, мы ее продаем, и они, кстати, продавали очень дешево, по-моему, за 11 тысяч долларов, очень дешевле, чем тогда такие квартиры были на рынке, да, дешевле. Ну, чтобы побыстрее продать, они не знали, что появятся эти родственники. И Севка сказал, вот за сколько мы продаем, заберете эти все деньги, мы вам отдадим. На сделке прямо вот у нотариуса Сева говорит, я эти деньги в руки даже не брал, и я ему верю, я помню те все события. Тут продали, вот люди дали деньги, и эти деньги тут же получил этот парень, сын этого Олега. Вот такая была ситуация. И то, что Сева сейчас рассказывает, девочки, я возвращаюсь к нашим баранам, это вот я подробненько вам рассказывала, кто не знает ситуации. Сева сейчас рассказывает, что я матери объяснил, и если бы она была такая жадная и алчная, как вы на нее пишите и думаете, она бы не отдала даром просто так квартиру. Да она бы Самбел в жизни никогда ее не отдала, если бы не ее серьезная смертельная болячка. Никогда. Все это я прекрасно помню, я думаю, что я не одна, а так, конечно же, в этом я ее не осуждаю. Любой человек, наверное, бы так же поступил на ее месте. Хочется жить, и жизнь это самое дорогое, никакие квартиры не сравнятся, ни машин, ну вообще ничего. Жизнь, да, жизнь самое ценное, что есть у человека. Поэтому мать согласилась, она цеплялась, как утопающий за соломинку, да, вот, а вдруг, правда, получится откупиться, вот подарим эту квартиру, забирайте, но чтобы Господь Бог дал еще срок, какое-то время пожить на белом свете. Вот такая была, девчонки, история. Ничего там просто так, шубечка не отдаст, просто так от своей доброй души. Нет, такого не было, девочки. Про платочек там еще речь шла, что Сева в видео сказал, что мама, вот вам Ольга Леонтьевна передала платочек, ну не Ольга, не мама передала Ольге Леонтьевне платочек, а женщина выслала. Вот, потом он исправился, сам Велл в видео сказал, что это из Чечни вам женщина передала, но все-таки комментаторы там, девчонки, бабенки накинулись и говорят, что мама твоя не мама твоя передала, а женщина из Чечни передала. Ну и в этом видео он начал опять, конечно же, маму защищать свою. Сказал, что женщина эта передала платочек маме и Ире. А так как Ире он не нужен, конечно же, мама свой Зине подарила. Ну и просто эта мама уже решила, ладно, мы можем отдать Ольге Леонтьевне. Такая, девочки, была ситуация. Еще там новость была, что в театре меняется главный режиссер, сам Велл его хорошо знает, они даже вместе там пели, солировали в Польше на гастролях. Говорит, прекрасный человек, все замечательно и хорошо. И девчонки, в средине видео у меня Томас очень порадовал. Он скоро будет разговаривать просто как человек. Кто не смотрел, послушайте, минуты я вам не назову, где там на какой минуте, но где-то приблизительно в средине видео. Он там сходил в лоточек и призывал сам Велла почистить этот лоток. Кстати, все, наверное, коты так делают. И кричал криком, не просто мяукал. Он там стоял и разговаривал под дверью. Уже просто всякие звуки издавал, похожие на человеческие. Ну, обалденный кот, я его обожаю. Томаська, будь здоров. Еще долгие-долгие годы. Девочки, мой обзор подошел к концу. Всем хорошего дня, хорошего вечера и прекрасного настроения. Заходите, заглядывайте на канал и будем с вами общаться дальше. Не забывайте комментарии, писать обязательно. Это самое главное для меня и самая ценда. Я их все читаю без исключения, не сомневайтесь. Всем пока!